День добрый, друзья мои, с вами Колобок из Одессы и сегодня мы поговорим про украинских беженцев, которые европейские страны начинают отправлять домой. В частности, это Франция, Чехия, Норвегия, Польша и ряд других стран, друзья мои. Да, даже Швейцария. Эти страны вначале просили уезжать, потом они предлагали деньги, я сейчас говорю за Швейцарию и за Норвегию в частности. Неплохие деньги, друзья мои, полторы тысячи евро на человека, взрослый или ребенок. Теперь, когда они увидели, что в частности в Норвегии этой услугой воспользовалось всего лишь 600 человек из 80 тысяч, друзья мои. Теперь они сказали, не хотите денег, вы просто едете домой, друзья мои. Ладно, давайте постепенно начнем с Франции. Итак, друзья мои, насколько нам известно, во Франции порядка 100 тысяч украинских беженцев. Так вот, порядка 20 тысячам из них пришли письма счастья, в которых написано, что до 31 октября этого месяца, друзья мои, 3 дня, 3 дня осталось, до 31 октября вы должны съехать с социального жилья. А поскольку Франция, друзья мои, не является большим платильщиком больших пособий, как, например, Ирландия, Норвегия или Германия. Поэтому во Франции там основная помощь-то какая? Через добровольно эти волонтерские организации подыскивали социальное жилье, заселяли туда украинских беженцев и помогали частично с оплатой коммуналки и оплатой квартплаты. И там талоны на еду, ну такое, то есть минимальные были. Теперь они лишают этого порядка 20 тысяч украинских беженцев буквально через пару дней оказываются на улицу. Я вам скажу, друзья мои, есть среди них и мои знакомые, я ужаснулся, говорю, так а что вы будете делать? Я говорю, так а что? Едут в Украину, часть. Часть едут другие страны, друзья мои, но другие страны, часть даже в Норвегию, ко мне сюда собрались. Но скажу вам так, другие страны уже тоже, они не принимают людей, которые приехали с других регионов. Поэтому вот такие письма я прикреплю, почитайте, кому интересно. Очень деликатно, очень вежливо, очень именно, пардон, мадемуазель, но мы просим вас освободить жилище, потому что ситуация поменялась, в нашей казне не хватает денег. Мы предлагаем вам исключительно одно, французский поцелуй на прощание. Ну вот какие-то такие, друзья мои, дела. Ладно, едем дальше. Дальше, друзья мои, Венгрия. Громких заявлений, уезжайте, Венгрия не делала, но она, как все, действует мягкой силой, в частности. Они ужесточили правила для беженцев из Украины. И без крыши над головой могут остаться тысячи людей, друзья мои. В частности, в Венгрии уже вступило решение в силу правительства, по которому право на государственную помощь, а помощь, скажу вам честно, была там минимальная. И то могут рассчитывать ее получить только беженцы из районов Украины, непосредственно пострадавших от всех этих событий. И в результате тысячи беженцев, друзья мои, остаются в тех условиях, что ехать некуда. Понимаете, у кого есть бабки, те как бы в Венгрию и в Чехию работать не поехали, как и в Германию. Они себе чилят на севере Италии, Испания, Португалия и другие страны, где недорого жить, когда у тебя на счету пару сотен тысяч евро. В эти страны, такие как Венгрия, Чехия и другие, поехали люди, у которых нет денег и которым надо работать. И вот сейчас этот самый уязвимый слой, среди которых женщины, дети, пенсионеры, им пришло извещение, что извините, но вот так и так мы приняли решение. Финансовая помощь уменьшается, Еврокомиссия не проголосовала за бюджет, вы будете вынуждены освободить социальное жилье и выплаты вам прекращаются. То есть они открытым текстом не сказали едь домой, но сделали вот два таких шага, когда человек становится невольным заложником. Я повторюсь, со многими людьми они мне писали, там некоторые со слезами советоваться. А тут советов немного, друзья мои. На самом деле очень мало стран осталось, которые дадут временную защиту, обратив внимание, что она у тебя уже была, где бы то ни было. Поэтому вот такие пироги, друзья мои. От кого, от кого? От Венгрии, да, я не ожидал. И власти Венгрии оставили 13 регионов, где шли эти все боевые действия. Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области. И Крым, Севастополь, они тоже выбрали, друзья мои, да. Они посчитали, что там идут такие действия. Поэтому непонятно, друзья мои, непонятно. И очень большой вой, как утверждают венгерские правозащитники, в самом большом и уязвимом положении оказались представители цыганских общин Закарпатия, друзья мои. Да, я как украинец, 40 лет проживший в Одессе, я даже не знал, что в Закарпатии очень мощные и сильные цыганские общины, друзья мои. Ну, это я не знал раньше. Последние три года, объехав 20 стран европейских, я узнал и увидел своими глазами. Почему? Да потому что многие цыгане из Закарпатия до сих пор живут во временных приютах на территории Венгрии, друзья мои. Венгрия тоже там особо денег беженцам не давала, но они субсидировали жилье и давали небольшие там помощь на питание. Ну, и вот, как мы видим, Виктор Орбан не хочет продолжать это все дело и помогает нашему президенту вернуть украинцев домой. Хотя, справедливости ради, можно упомянуть Норвегию в том контексте, что Норвегия, ну, Венгрия что, она и оружия не давала, и людям не сильно так много там, пособия там были небольшие. Но, сейчас они не дают, по-прежнему ничего не дают из припасов и отправляют людей. То есть, ничего и ничего. А Норвегия, в свою очередь, друзья мои, то есть, она нормально отправляла в Украину и оснащений, скажем так, и денег, скажем так. Потому что я лично, лично знаю в Одессе несколько волонтерских организаций, которые просто получали деньги с Норвегии, ну, не наличкой, а прямо на счет, без особого отчитывания. И эти деньги они тратили на создание ночлежек и каких-то там пакетов помощи единоразово уязвимым слоям населения. И я вам скажу, что очень много эти волонтеры попокупали себе нормальные машины. Это те люди, которых лично знаю я. Это не мои друзья, но эти люди, которые на виду, и есть общие знакомые, информация достоверная. Это касаемо Норвегии. Так вот, теперь в Норвегии законы поменялись. И динамика с тенденцией поменялась. Норвегия, Норвегия сказала, что она будет помогать Украине еще больше. Еще больше, друзья мои, вы не ослышались, но все беженцы должны уезжать. Уезжать как можно быстрее. Вы скажете, Колобок, что ты несешь? Бред? Нет, друзья мои, Колобок несет свет. Так вот, да, Норвегия, в частности ее правительство, приняло решение помогать больше Украине. Не беженцам, друзья мои, да-да, вот в этом и загвоздка. Не людям, не беженцам, а именно Украине. Наличкой и припасами. Поэтому помощь увеличится, но беженцы часть едет домой. Поэтому, ну вот, такой коллапсик, да. То есть, как бы, помощь увеличивается, но уже это... Ну, в принципе, друзья мои, а что вы ожидали? Когда наш президент уже не раз приезжал и прямым текстом говорил, там, Олаф, друг мой, подойди ко мне сюда, присаживайся. Давай поговорим за миллион триста моих земляков-украинцев, из которых трудоустроено всего 21%, и которые не хотят работать, потому что это чуждая им страна, но уже все все поняли, что это для славян в Германии, ну, я сейчас говорю конкретно за Германию, но это можно коснуться и Швеции, и Нидерландов, и Норвегии, да и Франции. То есть, не то, друг мой, Олаф, отправляй их домой. Или давай так, хай сидят, но за свои бабки, а вот эти 550 евро с пятачка отправляй сразу нам туда, вот тебе криптокошелечек туда скидывай, и нормально. Вот так я согласен. То есть, два варианта. Это попросил наш президент. Европейское правительство, не только германское, а многие правительства, он во всеуслышание попросил, либо возвращать, содействовать возвращению украинцев домой, восстанавливать инфраструктуру, друзья мои, но прежде чем что-то восстанавливать, ну, как бы надо довершить контрнаступ, друзья мои, да. То есть, в планах правительства одержать безоговорочную, молниеносную победу над Медведем и получить 2 триллиона репараций, если кто-то еще не в курсе. Да, летом еще был триллион. Это патриотические украинские организации заявляли так, как бы шепотом, что это негласно, но мы рассчитываем на триллион. Ставки выросли, друзья мои, 2. После того, как Медведь кинул в нас орешек, да, мы все знаем, что у него было 3 орешка, 1 он кинул, осталось 2. Поэтому, друзья мои, теперь репарация выросла, до 2 триллионов рублей, это евро, доллары, прошу прощения, и, и, да, те же волонтеры заявляют, что 30 лет бесплатный газ. А Белоруссия, которая была не совсем лояльна к нам, и были какие-то недружественные попытки, какие-то колкости, 30 лет бесплатный картофель и творог. Да, да, вы не ослышались. Ну, это пока не официальные лица озвучивают, а так, горячие чубы, горячие головы. Поэтому вот такие пироги, друзья мои, да. И вот я вам повторюсь, ряд европейских стран просто обрубает. А некоторые, как Норвегия, заявляют, что да, мы поддерживаем, продолжайте, друзья мои, 3 года Украина пхнет, давайте еще пару лет, мы усилим поддержку, но не людей, а армии. Ну, вот так. Ну, раз мы обмолвились о Норвегии, друзья мои, давайте минутку пробежимся по новостям Норвегии. Так вот, друзья мои, Норвегия, 80 тысяч украинцев там, да, вы должны понимать, что даже сейчас украинцы из других стран едут в Норвегию, в частности, сейчас в Мутаке Восла, мои знакомые, которые снимают мне, ну, это лагерь для беженцев, палатки, вот эти десятки, сотни людей, в которых живут в общих палатках. В общем, украинцы едут, но Норвегия отправляет, друзья мои. Они уже посчитали, они уже посчитали, 5 тысяч украинцев, это официальная информация, они посчитали, они хотят вернуть домой, вернуть, потому что эти украинцы из безопасных регионов. Норвегия, в частности, приняла 6. Ну, то есть, они посчитали как-то, я вам объясню, как они считают, друзья мои. В Норвегии, это раньше, еще 10 лет назад, Норвегия и Россия, это было, да, два государства, соседа, у которого было очень добрососедские отношения. Это я знаю почему, ну, потому что я в Норвегии уже почти 3 года, друзья мои, и есть друзья тут из местных, из Прибалтов, из поляков, из эстонцев, из россиян, которые тут живут по 30 лет, пополучали паспорт, являются гражданами Норвегии. И что приняла Норвегия? Они узнали от этих русскоязычных людей, что действительно много украинцев сюда поприезжало, исключительно с финансовой точки зрения, друзья мои. Это так само, как и в Ирландию, в Северную, в Исландию, в северные страны. Ну, я снимал видео, кому подойдет и не подойдет Норвегия. Плюсы Норвегии, минусы в Норвегии, он вниз можете отмотать и посмотреть, друзья мои. Страна сложная, страна специфическая, классные люди, плохой климат, высокие зарплаты, высокие цены. Ну, то есть, но беженцев это не смутило, они поприезжали, и в результате многие не посмотрели мое видео, друзья мои, кому не подойдет Норвегия. Приехали и совершили очень много ошибок. Кто-то потерял время, кто-то потерял время и деньги, кто-то потерял время, деньги и жизнь. Да, при мне уже несколько человек заболели онкологией, и умерли, друзья мои. И в дополнение, эту информацию я еще не озвучивал, вышла ко мне на связь моя подписчица из Швеции, которая работает в каком-то институте научном, и сказала мне, дорогой Колобок, ты абсолютно во всем прав, и я тебе скажу больше, что у нас в Швеции, ну, северная, центральная, неважно, это скандинавское сотрудничество, те же самые процессы, что и в Норвегии, очень много мигрантов, 30% в Швеции, чтобы вы понимали, мигрантов. У нас эти мигранты, это же основном африканские, азиатские, и, ну, в Сирии оттуда, друзья мои люди, среди них онкология на невероятно высоком уровне, это просто бьется рекордом, и она говорит, тут дело не в каких-то там, просто эти люди из других широт, это южные люди, там Африка, Южная Африка, Бутан, Сомали, ну, и они оказываются в другом континенте, в другой нации, с другим менталитетом, тут все другое, менталитет, религия, короче, и они именно, среди них, среди иммигрантов, просто политика страны привлекает все больше и больше, потому что мы, как бы, говорит, их привлекаем и привлекаем, но они все не работают, не работают, То есть народа приезжает больше, а вакансий закрывается меньше. Поэтому мы тут стараемся фильтровать, отсеивать. Так само, друзья мои, с Норвегией. Поэтому я и сказал, что Норвегия страна специфическая, не всем подойдет. Поэтому кому подойдет, кому нет, надо разбираться. Как разобраться, вон внизу видео посмотрите. Так вот, друзья мои, да, Норвегия приняла 6 областей. Они по совету, им сказали русскоязычные люди, которые живут и работают с украинцами. Им нашептали, им донесли, обосновали и обрунтували, что есть 6 безопасных регионов Украины. Львовская, Тернопольская, Ивано-Франкивская, Ривенская области. И вот оттуда украинцы уже не просто не принимают, друзья мои. Это не просто, что ты приехал и тебе говорят, отворот-поворот. А уже даже очень мало людей едет. Я снимал видео, друзья мои, мои знакомые, которые сейчас в этом лагере РОДЭ. Там порядка тысячи мест может заселиться. Сейчас там порядка 600 человек. Ну, это в основном Африка и Азия, друзья мои. Там всего лишь 40 украинцев. Да, 40 украинцев. Не едут. Не едут, потому что знают, что не принимают. Помимо того, что не принимают из этих 6 областей, ну, сразу не примут. Так вот и не принимают еще со стран, где у тебя была защита. В основном ехали мужики с Польши, с Чехии, потому что там они зарабатывали полторы. А в Норвегии они мечтали зарабатывать 6. Но в Норвегии нет, друзья мои, зарплат 6. Есть зарплаты 2 500. Ну, если там потяжелее работка, 3 500. Знаю лично, 3 работы сменил. Работают до сих пор на стройке. Поэтому, друзья мои, мифы разбиваются. Из-за этого люди плохо интегрируются. И норвежскому правительству это не нравится. И поэтому, помимо тех, что они не принимают людей, они отсегрировали. Они уже переписали, сделали переписи. Вы вычислили тут 5000 украинцев, которые из этих безопасных областей. И я вам скажу, какой процесс происходит. Процесс происходит, что некоторым уже заявили, что друг, давай. Ну, то есть уже просто финансирование прекращается. Прекращается. Ты в этот НАВ не достучишься. В НАВИ там уже просто делают каменный эпокерфейс. И говорят, денег нету, то есть если тебе надо, ты живешь. Это они. Я говорю за людей, которые живут в социальном жилье. Им надо квартплата, это 1000-1500 евро. Ну, 15000 крон, это 1300 евро. Это серьезные цифры, я скажу. Плюс коммуналичка, там какие-то 200 евро. Плюс интернет. И это все люди. Если человек не работает, то он все каждый месяц ходит и пишет заявление, чтобы, будьте любезны, оплатите. И вот раньше, раньше все эти службы, ну, скрипят зубами, оплачивали. Оплачивали, всех брали на карантаж. Они уже тогда фильтровали, кто работает, кто платит налоги. Это одна песня. А вот эти просители, клянчители, это совсем другая. И вот сейчас даже этим просителем они начинают морозить. Начинают задерживать как-то. Да, нет, там, приди прием через неделю. У людей просто нервяки, друзья мои, такие. Ну, это просто жесть. Поэтому, ну, поэтому такие невеселые пироги. Невеселые. Ну, сами мои, этих пяти тысяч, друзья мои, части из них, информация достоверная. Это люди просто советуются со мной, как им быть. Части из них уже подошли, сказали, что, друг, ну, ты под прицелом, ну, ты из безопасного региона, ты планируешь уезжать? Бери, пока мы платим 1500 эти евро. И едь. Это раз. Часть из них сказали так. Жди весны, когда закончится твоя коллективная защита. Март, по-моему, 25-го, да. И все, тебе лично, ну, то есть вам, вашей группе людей, которую мы сейчас отсегрировали, мы не продлим. Это два. И третий вариант, друзья мои, это те, кто работал там на каком-то 50% контрактике. Контрактики аннулируются, друзья мои, да. Несколько людей в Осло приезжали, лично встречались со мной, рассказывали, что 100% контрактики аннулировались. 100% переделались на 25%. Ну, то есть вот 100% это ты 5 дней в неделю работаешь, зарабатываешь там те 2700 евро, допустим, допустим, каким-то водителем на бусике. А 25%, друзья мои, ну, это четверть от этого. Ты работаешь там полтора дня и зарабатываешь сколько там? Ну, ты на полквартиры аренды оплатить. Поэтому, ну, так вот мягко выдавливают. И уже даже не мягко, уже они заявили, что 5000 этих с этих областей вернутся домой. Ладно, друзья мои, это далеко не конец. Едем дальше. Кролевство Нидерланды, оно же Голландия, друзья мои, тоже заняло принципиальную позицию. 1700 украинских беженцев едут домой. В частности, в частности, это те граждане, которые имели разрешение на постоянное проживание в Украине. Да, да. И они приехали в Нидерланду после 24 февраля. То есть, это как бы, вы поняли, это как бы не украинцы. Это с Молдовы, с Приднестровья, с Казахстана. Да. И вот таких они, ну, ну, но как бы они пошли под коллективной украинской защитой. И вот таких граждан уже отсортировали 1700. И все, друзья мои, едут они домой. И это не сплетни, друзья мои, это Верховный суд Нидерландов решил на год раньше отменить им защиту, друзья мои, да. Среди этих граждан, среди этих граждан, друзья мои, очень много студентов, которые обучались в Украине. Это граждане Нигерии, Индии, Марокко. Да, и вы знаете, как все началось, они себе, многие разъехались по Европе с украинским видом на жительство и вкушали блага беженцев, друзья мои. Что это такое? Все знают про горькую судьбу иммигранта и беженства. А блага беженца это пособие, друзья мои. Это для тех, кто не хочет работать, интегрироваться, просто сидеть в социальном жилье и прожигать пособие. И пролеживать спину. Поэтому вот за них взялись Нидерландия, в частности, 1700 человек едут домой. Вопрос в другом. Едут домой многие, друзья мои. Что за свой счет, а кому дадут нормально денег на дорогу? Нормально это, как давала Норвегия и дает 1500 евро. Поэтому, когда семья из четырех человек, это как бы 6000 евро. Ну, извините, друзья мои, за 6000 евро можно поехать, я даже не знаю, куда и в Польшу. И, наверное, с полгодика прожить. Ну, если еще есть пару своих тысяч евро и спокойно начать искать работу. Ну, вот как-то так. Так, мы сейчас в этом выпуске не будем затрагивать, друзья мои, категорию украинских беженцев с большой буквы М. Именно мужчины, которых они уже многие-многие страны. Срисовали. За три года выяснили, кто законно, кто незаконно выехал с Украины. Кто инвалид, кто не инвалид. У кого три яичка. Да, как я. Меня часто спрашивают. Вот, Колобок, ты же здоровый лось. Как ты выехал с Украины? Как, как, друзья мои? С песнями. Да, с песнями на воздушном шаре. Как цыгане, знаете, как едут? Так и я. С песнями выехал. А почему и каким образом? Да три яичка у меня, друзья мои. Ну, вот как-то так, да. Поэтому врачи осмотрели и сказали, ой, не-не, с тремя воевать нельзя. Ты что, патология? Поэтому, друзья мои, поехал я кататься по Европе, жонглировать шарами. Поэтому, да, они уже отделили этих мужчин, друзья мои, но пока существенных решений категорических нет, поэтому информацию озвучивать не буду. Будет достоверная, проверенная информация, мы ее с вами озвучим. Едем дальше. Ужественная нам Словакия, друзья мои, нехорошо отличилась по отношению к нам. В частности, министр обороны Роберт Калинян заявил, что нужно говорить не о отправке войск НАТО в Украину, а о возвращении украинских мужчин из-за границы. Поэтому самая большая помощь Украине, по его личному мнению, это украинские мужчины-беженцы. Вот так. Польша, наша братская Польша, ужесточает меры по депортации украинцев. Особенно это касается украинцев, в первую очередь нарушивших закон, да. Погранслужба объявила о новой политике, согласно которой иностранцы, осужденные за определенные правонарушения, опять же подчеркну, это касается наших беженцев, будут депортированы со страны после дня отбытия наказания. То есть ты садишься на 10 лет, освобождаешься и едешь домой, сидишь в Польше, друзья мои, да. Эта политика распространяется на лиц, которые организовали незаконное пересечение границы, управляли транспортным средством в состоянии опьянения или были вовлечены в другие серьезные правонарушения. Депортированным лицам будет запрещен въезд в Шенгенскую зону на срок до 10 лет. Почему, друзья мои? Да потому что любовь прошла и статистика показала рост количества преступлений, совершенные украинскими беженцами в Польше. Рост колоссальный, колоссальный, друзья мои. Этот закон по депортации в Польше, друзья мои, это уже закон и он вступил в силу. Так называемый закон об иностранцах, друзья мои, да. Больше всего каких иностранцев в Польше вы не ослышались? Украинцев. Почему дружественная Польша так себя ведет? Ну, потому что, я же говорю, рост количества преступлений плюс напряженность возрастает. Скажу больше, друзья мои, тех, кто идут тропами и лесами и выходят на Польшу, их возвращают в Украину. Да, их уже не селят никуда, уже там им не предоставляют защиту, в частности Польша и ряд других стран, друзья мои. У меня есть записанное интервью, я их выложу на канале Колобок из Одессы, где люди рассказали, что они прошли все круги ада, заплатили сумасшедшие там суммы тысячи евро, их довели, провели, потом была засада, их подставили, они прорвались, там половину переловили, это была большая группа, несколько прорвалась, прошли тропами, ночевали там с медведями, с кабанами, сражались, дрались, прошли, дошли одни до Польши, другие до других стран, друзья мои. И что вы думаете, как их встретили пограничники? О, друзья мои, стоять, кто перешел? Там целое расследование было прямо на месте, прямо на месте. Их выясняли, кто их вел, потому что тот, кто их вел, друзья мои, 10 лет, я озвучил выше. А их, казалось бы, ну, казалось бы, запускаете, пропускаете, нет, друзья мои. Их посадили там, возле машины, отзвонились и приехали пограничники украинские, и забрали их, и отвезли в ТЦК, и сейчас, кто в учебке, кто на фронте, а кто уже на небесах. Вот так. Когда Свейцария уже начала депортацию украинских беженцев, в частности, есть случаи, когда депортировали украинских беженцев за совершение особо тяжких преступлений из Швейцарии. Особо тяжких преступлений, вы не ослышались. Также, друзья мои, касаемо Швейцарии, было у меня на канале, на этом канале, месяца 4-5 назад, с парнем, который жил в Швейцарии, жил, не тужил, но решил поделиться с Колобком и с его зрителями, что в Швейцарии не рай, в Швейцарии живется очень-очень даже тяжело, друзья мои, очень тяжело. И там ни при каких раскладах ты там не останешься, потому что все поедут домой. Разве что кто выжил замуж или женился. Поэтому, друзья мои, поделился своей информацией, скрыв даже лицо. Ну, но земляки, святые украинцы из его кантона, вычислили его по голосу, скопировали это видео, отнесли к нотариусу, сделали апостиль, это перевод на швейцарский, и отнесли этот документ в швейцарскую правительство, муниципалитет, и сказали, что вот такой-то, такой-то, Сергей Иванов, который живет там-то, там-то, наговорил вот такое-то, такое-то. А что же он там наговорил, друзья мои? А ничего, просто высказал личное мнение, что как бы райом тут не пахнет, все очень тяжело, жестко и сурово. Климат суровый, денег мало, работу найти тяжело, язык тяжелый, даже если ты находишь работу, ну, это минималка. Это там, ну, три тысячи, три тысячи, и что, ну, ты все отдаешь. И что я вам скажу, друзья мои? Суд был над этим беженцем, суд приноразил ему уже штрафом, 600 франков он мне скидывал. Сейчас он пытается апелляции, ну, с ним даже никто там не разговаривает, с ним даже никто не хочет разговаривать, поэтому, как бы, ну, а я со своей стороны тоже хотел ему помочь. Есть у Колобка адвокаты, есть серьезные юристы. Я им озвучил эту просьбу, они говорят, а такого быть не может. Ну, это же свобода слова, тем более, где-где в Швейцарии он что-то фантазирует. Друзья мои, ну, он ничего не фантазирует, у меня есть лично документ, где ему приговор суда. Приговор суда, в котором фразы из его видео и мои вопросы. Поэтому вот так, вот так, это касаемо Швейцарии. Ну, а так, друзья мои, в завершении по Швейцарии скажу так. Они деактивируют статус С. Да, деактивируют статус С. Да, что несет Колобок? Бред. Нет, повторюсь, Колобок несет свет. Так вот, друзья мои, да. Документ. 4 октября 23-го года агентство швейцарское определило, опубликовало ряд деталей концепции возвращения украинцев на родину. В частности, по большей части, украинских беженок, разработанным государственным секретариатом по миграции СЭМ, подразделения Минюрса. Кратконцепция была разработана в сотрудничестве с кантональными властями. Все планы исходят из того, что защитный статус С будет деактивирован в 2024 или 2025 году. Почему? Да потому что, друзья мои, тоже как бы они видят, что беженцы в малом количестве работают. Ну а защиту беженцев стоит сказать, что там нереально выучить те языки, там их много в этой стране. Это не как в Украине. Было два и сделали один. Было в Конституции два, и они про один забыли. А там их много, друзья мои, да. Поэтому тяжело людям. А власти недовольны. Недовольны. И они решили деактивировать. Также власти Швейцарии заявили, что они хотят, чтобы от них уехало 80% людей добровольно. А это 70 тысяч. Да. И большинство из них это женщины и дети. Они так посчитали, что останется примерно 20 тысяч человек. В основном это 14 тысяч. 20% это 14 тысяч человек. В основном это муская масса, которые уже нашли работу. Вот они, возможно, останутся. Но это не точно. Далеко не точно. Подложим, друзья мои, данные новости. Страны эти, озвученные ранее, начали действовать. Если раньше они просто просили, потом были жесткие требования, потом они пытались приманить монеткой. Кто-то, как и Швейцария, и Норвегия, повторюсь, предлагали денежки. То сейчас они увидели, что все эти оба три метода неэффективны. И они решили издавать законы, указы, какие-то там декларации свои, по которым, да, они прямо возвращают домой. И уже не просто хотят, они уже это делают прямо сейчас. Прямо уже есть, друзья мои. Я вам скажу больше. Будет на днях на одном из каналов видео с человеком, который сидит в тюрьме в Украине. Он депортирован, друзья мои, да, и это блогер. Это блогер просто, который освещал какие-то новости. Мы видим очень много таких блогеров, юристов, которые там якобы что-то освещают. Но, друзья мои, это освещение идет с тенью на страну мою. С тенью на мою страну. А это недопустимо. Этих блогеров установили. И уже ими занимаются, друзья мои. В частности, этот человек, который сидит. Ну, он там квакнул пару лишних слов на нашу власть. Квакнул. Что он там не согласен, что это сильно долго продолжается. Что они обещали две недели. Что обещание, как бы, это все не на вес золота. Ну, кстати, довольно деликатно. Я видел это видео, за которое его закрыли, друзья мои. Восемь лет. Восемь лет сейчас его будут суды. От восьми до двенадцати. Дискредитация власти. Как его депортировали. А на него создали фейковое дело. На одного с ним сидит алименты. На него мопед украл, друзья мои. Какой мопед? Он говорит, я никогда в жизни на двухколесном транспорте не ездил. Фабриковали дело. Подали в Европол. И просто приехали его. Посадили в машину. Отвезли на самолет. Билет за свой счет. И сейчас он сидит в тюрьме. И там и таких больше тысячи человек. Поэтому все эти благерки, которые квакают, квакают. Это небезопасно, друзья мои. Небезопасно. Дотянуться до вас стоит просто кому-то из власть держащих кабинетов щелчок пальцев. Щелчок пальцев. Ну, друзья мои, сейчас это не время освещать эту тему. Эту тему мы осветим, я думаю, дня через 4-5 с этим человеком. И с его сокамерниками. Все должны рассказать, за что их забрали. Я повторюсь, там очень многие, многие там сидят, друзья мои. Знаете, за что? Перешел тропой. Какой-то там тиктокер киевский. Перешел там как-то тропу. Заплатил бабок. Перешел тропой. И где-то с Кракова, со столицы, снимает тикток. И говорит, пошли вы, никогда не вернусь. Друзья мои, возбудили дело. И он уже сидит там с ними. Он говорит, вот это я понты пролимонил. А теперь, друзья мои, ну, лет 6, может, скостит. Либо, либо. Либо скажут там 1200 евро. Ну, там каждому индивидуальный подход. Тема сложная, тема интересная. Я же говорю, на днях запишем интервью, выложим. Поэтому вот такие новости, друзья мои. Нехорошие новости. И некоторые страны идут впереди планеты всей. Впереди Европы всей. И высылают. И высылают уже. Депортируют, отправляют. И если еще пару месяцев назад хотя бы деньги давали, то сейчас уже просто. Билет, авоська, бутерброд, go home. Поэтому, друзья мои, держитесь. Держитесь, не унывайте. Я сам, пребывая в этой Европе, выхватываю депрессию. Поэтому приглашаю в студию на канал в гостях у Колобка всяких психологов, социологов, квантовых психологов, целителей, всяких знахарей. Олигархи были, друзья мои, которые предсказали, что война закончится весной. Работники спецслужб там были. Поэтому залетайте. Канал в гостях у Колобка. Будет интересно. Лады, друзья мои. Обнял, приподнял, в лобик поцеловал. Продолжение следует...